В Карачаево-Черкесии стартуют ряд мероприятий по повышению финансовой грамотности. Затронут они все слои общества, от школьников и студентов до пенсионеров. Подробнее о планах по финансовому ликбезу населения Карачаева-Черкесии нам рассказала начальник отдела по разработке и внедрению инноваций в области финансов Карачаева-Черкесии Лейла Гербекова. Инициатором данного мероприятия, которое мы проводим по повышению финансовой грамотности среди граждан старшего поколения, выступает Министерство труда и социального развития Карачаева-Черкесской республики. У них это мероприятие предусмотрено в дорожной карте национального проекта, который называется «Демография». Надо отметить, что национальные проекты в проекте бюджета, который будет формироваться на 2019-2021 годы, они имеют приоритетный характер. Они сформированы в рамках реализации задач, поставленных президентом Российской Федерации в майском указе. Что планируется провести в информационной кампании? Эта кампания будет проходить в начале октября. Почему в начале октября? Как известно, 1 октября отмечают День пожилого человека, его отмечают повсеместно. И задача стоит в том, чтобы обратить внимание на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются пожилые люди. Поэтому мы вот эти мероприятия решили приурочить этому дню и в рамках своей компетенции внести свою лепту. В проекте участвуют представители Национального банка, Сбербанка, Пенсионного фонда, ну и Министерство финансов Карачаевской республики. Проект повышения финансовой грамотности населения, он больше носит не образовательный характер, он больше социальный характер. Это такая рука помощи, которая направлена на то, чтобы люди понимали, граждане понимали, что мы, как представители органов исполнительной власти, нам не безразличны их проблемы, не безразличны те трудности, с которыми они сталкиваются на фоне того, что сейчас вот рынок финансовых услуг, он настолько расширен, каждый день появляются какие-то новые услуги, виды, и люди не всегда успевают разобраться в этих новшествах, и поэтому попадают из-за отсутствия недостаточных, вернее, основ финансовой грамотности попадают в сложные ситуации, потому что не умеют правильно оценить свои финансовые возможности, и как следствие они оказываются в очень сложной ситуации, попадают в долговые ямы. И задача, которая стоит перед нами в этой информационной кампании, которую мы сейчас планируем провести в октябре месяце, это помочь пожилым людям овладеть необходимыми знаниями и умениями для защиты своих прав при получении финансовых услуг, для того, чтобы они сумели распознать и защититься от финансовых мошенников, чтобы они знали, куда им обратиться в том случае, если они попали в сложную ситуацию, потому что очень много людей не знают нюансов и своих прав как потребителей, которые бы им помогли бы реально исправить ситуацию, поправить свое финансовое положение. Ну вот с этой целью мы планируем провести ряд мероприятий просветительских. Собственно, а как будет вестись это обучение и вот что именно вы будете им, ну вот как вести беседу или как будет это проходить? Ну вот мероприятия планируем проводить в формате лекций, дискуссии. Ну примерно вот построение будет таким образом складываться, что вначале проходит беседа по какой-то определенной теме, потом анкету заполняют слушатели, ну пенсионеры в данном мероприятии, просмотр видеоролика информационного и потом сессия вопросов и ответов, которые, допустим, у них назрели в течение проводимой беседы. А это обучение будет вестись за один день или как-то планомерно будет в течение нескольких дней? Я думаю, что это будет, скорее всего, несколько дней, потому что ведомство не одно и тема не одна, и будет довольно-таки сложно присутствующим в один день выслушать все темы, которые мы можем предложить на их внимание. Мало того, что это мероприятие будет проходить несколько раз, мы вообще планируем, что это будет носить систематический характер, системы, вернее, характер, что это мероприятие будет уже, сейчас мы планируем в Черкесске, потом, скорее всего, в населенных пунктах это будет проходить, ну, довольно-таки периодично. А вообще примерно есть какой аппарат пенсионеров получится обучить? Ну, аудитория, предположительно, от 50 до 100 человек, но это такой вот начальный, это такой пилотный вариант, а дальше уже будем исходить из того, что есть. Я думаю, что мы, наверное, все-таки будем, людям будет интересно, мы хотим, чтобы люди понимали, что мы открыты к диалогу, чтобы они понимали, что нам совершенно не безразличны их проблемы, что мы готовы поддержать, помочь, объяснить. Поэтому, когда люди поймут, ну, к сожалению, вот мы раньше проводили такие мероприятия, не с пенсионерами, а со школьниками, со студентами, бывало иногда так, ну, проскакивало такое немного скептическое отношение, кто-то думает, что это какая-то реклама финансовых продуктов, что это агитация, ни в коем случае, это сугубо такой проект, который направлен на поддержку, на поддержку граждан, населения, на оказание помощи. Ну, вот, получается, в населенных пунктах в дальнейшем тоже, да, будут? Да, мы планируем. Ну, мы надеемся, что будет в населенных пунктах тоже, в районах проходить такие мероприятия. КОНЕЦ КОНЕЦ